Всем привет! Сегодня у нас на вечерней, а потому все так темно распаковки, бюджетный планшет от Lenovo с Qualcomm процессором. Lenovo Tab 4 8504X. Ну а я постараюсь быстро рассказать про этот планшет, протестировать его на играх и определить, стоит ли покупать его в 2019 году. Итак, планшет запакован в яркую коробку, внутри которой различные инструкции, кабель все еще microUSB и кубик зарядки на 1 А. Сам планшет на 8 дюймов, с отличной IPS-матрицей и невысоким разрешением 1280х800. На нижней и верхней части стереодинамики, очень громкие, необычно видеть такие в бюджетнике. На правой грани кнопка включения, немножко втоплена в корпус и сетчатая фактура, а также сдвоенная качелька регулировки громкости. На левой грани слот под сим-карту и флешку. Открывается крайне сложно. На верхней грани планшета, в глубине черной рамки, скрывается камера на 2 мегапикселя, а возле второго динамика еле заметный микрофон. Задняя крышка из шероховатого пластика. В ней расположилась только 5-мегапиксельная камера без вспышки, в левом верхнем углу. Удобная функция обнаружилась у кнопки включения, при двойном нажатии она сразу запускает камеру. Обе камеры довольно посредственные. Видеовлоги на них снимать, конечно же, нельзя. А вот сфоткать документ или поговорить по видеосвязи вполне сгодится. Удобная софтверная фишка по созданию скриншотов экрана. Без сжатия комбинации клавиш вы просто смахиваете выпадающее меню и нажимаете на иконку скриншот. Планшет обладает датчиком освещенности и довольно корректно подстраивается под освещение. При этом имеет большой запас яркости и на солнце все вполне читаемо. По умолчанию в планшете установлен Android 7.1, однако после активации сразу прилетает 8.1, а точнее 8.1 Android с набором обновлений безопасности. GPS работает быстро и четко, вот только модуля GLONASS тут нет. Фильм воспроизводят отлично, картинка яркая, сочная, громкая с запасом. В браузере немного подтормаживает, все же 425 Snapdragon и пусть даже с 2 гигабайтами оперативной памяти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Батарея в нем 4850 мА, чего в принципе хватает на сутки использования, или на 5-7 часов экрана. Тонкий и легкий. Если вам нужен не дорогой, не игровой, но довольно быстрый планшет для большинства обычных задач, и вы не планируете снимать фото или видео, то смело можно рекомендовать его к приобретению.